приветствую уважаемых подписчиков и других зрителей в этом видео пытаюсь рассказать о смартфоне который в 2013 году вышел и наделал несколько скажем так шероховатости имею ввиду шороху наделал шумиху развел это смартфон yota yota fun в некотором роде российская разработка в этом даже есть доля правды то есть чем же он уникален уникален как раз таки тема что в смартфоне два дисплея передний и соответственно задний вот на задней части тоже есть дисплей и отличается от переднего как раз таки тем что выполнен он по технологии e-ink то есть электронные чернила что часто использовались и часто дисплей такого типа использовался в читалках электронных вот такая вот фишка давайте без долгих вступлений попробуем перейти к осмотру интересных деталей элементов управления на этом устройстве сверху находится кнопка включения и слот под sim карту вообще скажем так минус что нет слота под micro sd потому что это 2013 год как-никак что есть то есть снизу micro usb разъем а вот сзади такой вот прикол камера находится внизу кстати камера достаточно неплохого качества по крайней мере по характеристикам то есть она 13 мегапикселей она с автофокусом им записывает видео в full hd с 30 кадрами в секунду то есть лет 2013 года это очень даже неплохо что по дисплеям по их параметрам передний дисплей разрешение имел hd 1280 на 720 технология ips дисплей вполне себе толковые но были и получше учитывая что устройство было практически флагманская рекомендованная цена в начале составляла на него где-то примерно 500 евро задний дисплей имеет такую же диагональ 4,3 дюйма но разрешение в нем поменьше 640 на 360 точек и кстати сзади тоже есть сенсорная панелька уже якобы для управления вот этим дисплеем вот она здесь находится спереди еще фронталка есть но в общем то это оно и понятно что по операционной системе устройства как вы понимаете и могли заметить это вполне себе обыкновенно android причем android со стандартным лаунчером то есть можно сказать голый android оболочки какой-то от производителя прям очень крутой здесь нет кастомизированной модифицированной то есть это android 422 примерно стандартный есть нюанс что добавили вкладку yp apps где расположены приложения для работы с вторым дисплеем что касается железоустройства то есть процессора и так далее процессор тут qualcomm s4 pro snapdragon двухъядерный по моему если не ошибаюсь и adreno 320 тут ускоритель скажем так на самом деле не лучшее железо потому что конец 2013 уже вышел snapdragon 800 тот же самый который в nexus 5 ставили то и железо немножко прошлогоднее оперативки 2 гигабайта а встроенной памяти 32 гигабайта вот такая вот хрень устройство вообще отличилась тем что на самом деле по умолчанию по вообще не было вот этих на экранах кнопок в нем когда это устройство вообще взял потому что управляется она жестами есть специальное приложение tutorial где можно почитать какие именно жесты присутствуют вот можно опа назад это типа то же самое что то есть назад это вот такой вот свайп с право налево верно эта кнопочка назад обратный свайп эта кнопочка домой recent apps давнее приложение это двойное нажатие есть еще скажем так долгое удержание это вызов поиска далее хотят показать нам что может быть вот такая вот кнопочка в некоторых приложениях значит она что то что информацию мы отправляем на задний экран по нажатию на эту виртуальную кнопку сенсорную и вот происходит дублирование изображения на этом экране вообще экран достаточно медленно обновляется еще такой нюанс есть которые забавные довольно таки это то что если вырубить телефон батарея допустим сядет то изображение все равно останется последнее которое было на этом экране то есть он сохраняет свое состояние таким образом далее показывает что нужно немножко свайпнуть чтобы анлокнуть тач зону нижнюю и вот здесь тоже свайпы работают какие-то для того чтобы нажать для того чтобы увидеть заглавный экран скажем так надо два раза тапнуть перейти что отображается отображается время дата день недели и состояние батареи и в общем то можно настраивать эту штуковину позже покажу также если кнопки переноса в приложении нет то можно попросту делать жест вот такой вот двумя пальцами опа и переносится то же состояние которое было на переднем экране вообще вначале мне эти жесты показались люто жутко неудобными некомфортными и я попросту скажем так включил кнопочки вот эти сенсорные но тем не менее позже все таки привыкнуть к ним можно но нужно понимать что надо еще начинать с определенного угла тут как-то не с любого оно работает то есть довольно таки но кривовато я считаю что касается в целом обыкновенного софта очень обыкновенный android стандартный разве что из нововведений так сказать не то что нововведения уникальности нашел эбелингово переводчик такой вот предустановлен системе и есть еще fm-радио но работает оно только с наушниками наушники 3,5 мм в принципе ну что тут удивляться далее из уже скажем так специализированного софта некоторые увы уже не работают уже не работают это ведомости это букмейт и спорткастера так понимаю потому что сервисы эти похоже что отключили работали они через интернет интернет хаб эта штука который можно на которой можно было читать новости частично все таки работает как-то я тут что-то даже читал вот спорт будет ли спорт а вот стекен сайенс ньюс ньюс вот опа нажимаем появилась здесь и можно тут уже управлять вот этими новостями конечно скажем так дело привычки но вполне себе работают и как вы понимаете экран передний может гаснуть и работает только задний то есть таким образом работает сохранение энергии если быть точнее конечно экономия энергии также есть приложение teach me что она дают она дает изучение иностранных языков которые тоже реализуются например на экранчике вот этом то есть еще и управление кстати происходит там при помощи кнопок громкости примерно как в читалке вот опа там допустим юбка да корректно вроде как бы нам засчитали ответ и так далее то есть вот такая вот мини игра есть приложение которое называется wallpaper то есть можно выбрать вид вот этого состояния то есть можно даже вот такой рисунок добавить и он будет на белый на заднем экране и возможно даже можно свой я так понимаю какой-то да свой тоже можно загрузить то есть забавная ситуация далее есть приложение органайзер которое позволяет на заднем экране смотреть календарь и дела которые запланированы на какой-то из дней можно ставить counters то есть какие-то щучки там пять дней до зарплаты например там уру и в этом роде штуковины далее опа остался далее есть my notes my tasks то есть можно заметки либо задачи какие-то тоже выносить на задний экран как напоминалки для заднего экрана кстати работают карты карты до сих пор работают в интернете представляете вот я в беларусь что-то открыл даже чуть-чуть что-то есть можно опа тоже смотреть их на заднем экране вот не знаю насколько оно полезно на текущий момент времени но все-таки оно работает и это радует в настройках в целом сами эти настройки они достаточно обыкновенные и стандартные но есть и бэкскрин и кстати вот это приложение собственно дублируются настроечки дополнительное заднего экрана можно включать notifications то есть уведомление отображение уведомлений на заднем экране можно фото превью с камеры туда отправлять можно сообщать о разряде аккумулятора и можно по долгому нажатию открывать task manager и музыкальный плеер на заднем экране также вибрацию регулировать но вибрация происходит по так понимаю нажатию либо свайпом тач панели по одной из тач панелей вообще какие у меня ощущения вот этого телефона знаете вначале говорю что мне очень показались топорными вот эти вот жесты панельки вот эти вот сенсорная и тому подобное но позже я понял что штука и концепция телефона достаточно комфортная и она блин на самом деле очень приятное ощущение то есть я не могу сказать что это какой-то отброс ненужный и тому подобное мне устройство скорее всего понравилось вообще я инка никогда не пользовался читалками но суть сама по себе классная увы в 2019 году компания yota полностью обокрутилась и перестала выпускать какие-либо девайсы в том числе и мобильная тем не менее были у этого устройства продолжения yota phone 2 yota phone 3 в последнем по моему даже был дисплей цветной и инк и покупателя они конечно своего нашли но увы не в больших количествах потому что цена на это устройство так понимаю было достаточно дорогой вообще стоит ли покупать ради коллекции считаю что да устройство забавное несмотря на то что по факту это android смартфон простой но и инк экран делает свое дело и дает неплохой такой буст к уникальности смартфона спасибо за просмотр до скорых встреч